Мы устали от пустых обещаний! Нам не дешить! Заселите нас! Кемпинг во дворе собственного дома. Еще одна история про дольщиков, такая же несправедливая и нелепая, как и все остальные. Литер 1Б микрорайон Сухово-Дерябихский. Два подъезда заселены, два нет. Больше того, двери опечатаны, при этом квартиры готовы полностью. По сути, да, нам открыть подъезды и идти жить. Очень хочется уже это сделать самим, потому что-то все готово. То есть заезжай и живи нормально. То есть мы уже не знаем, как обратить на себя внимание, чтобы про нас заговорили, чтобы нас не стали считать домом-призраком, в котором все хорошо, чтобы нас озвучили. Эти дольщики уверены, про них все забыли. Заселение ждут порядка 150 семей. Согласно графикам Роскапа, ввести объект полностью должны были в 2016 году, но уже несколько раз сроки переносили. По причине того, на данный момент, что не выплачен долг перед подрядчиком, который не предоставляет документы в Ростехнадзор, необходимые для того, чтобы городская администрация ввела дом в эксплуатацию. В дальнейшем мы могли заселить свои квартиры и ждать долгожданной собственности. По информации дольщиков, долг перед подрядчиком около 2,5 миллионов рублей. Силу людей на исходе. В строительство они вложились 5 лет назад. Все это время оплачивают и ипотеки, и аренду жилья. Если не будут принимать никакие меры, в декабре мы будем объявлять голодовку. Полное издевательство над народом. Когда будет задействованный закон? Что нам делать? На колени встать, умолять? Что еще мы можем делать? В палатках жить? Скажите, что нам делать, чтобы вы сдали наш дом? Сколько можно издеваться? Внимание к беде привлекают всеми доступными способами. Большинство дольщиков на стеклах своих машин разместили вот такие надписи. Мы решили, что, чтобы нас заметили, нам необходимо сделать наклейки на автомобилях, чтобы о нас помнили и не забывали. Потому что ни в одних новостях про наш дом не говорится ни слова. Руководство стройиндустрии холдинга прокомментировало нам ситуацию с готовым домом так. Субподрядная организация выполняла работы по монтажу электроустановки. Для завершения всего комплекса работ необходимо получить акт допуска Ростехнадзора в эксплуатацию. Однако окончательный платеж стройиндустрии холдинг внести не может, поскольку закончилась контрактная стоимость. Сейчас средства ищут. Не обещают, но с большой вероятностью ситуация разрешится в этом году. Про то задавать неблагодарное дело. Там нужен вообще шаг, один шажок сделать. Понимаете? Ну вот даже не шаг, а шажок. При этом, видите, я уже обещал о том, что мы закончим до конца октября, но вот этот шажок сделать не удается пока. Я думаю, что это вероятно. В преддверии Нового года в чудеса верится охотней. Тем более для того, чтобы впустить законных жильцов в свои же квартиры, никакого волшебства не нужно. Елена Белова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.